Большинство из нас, познав все прелести радикальных рыночных реформ 90-х годов, уже стали понимать, что нынешние денежные взаимоотношения, лежащие в основе благополучия Запада, для нас однозначно не подходят. И поэтому нынешняя Россия, как, кстати, и царская Россия, а в определенном смысле и Советский Союз, можно рассматривать как больное тело, покрытое множеством язв, которые так или иначе надо лечить. К язвам можно отнести то самое рыночное управление нашей экономикой, которое пытается осуществлять весьма талантливый руководитель Владимир Владимирович Путин. Среди всех этих язв есть и просто ужасные. И, на мой взгляд, в первую очередь это относится к положению детей-сирот и тех же пенсионеров в государственных и тем более в коммерческих учреждениях. Совершенно ясно, что ужас их положения во многом усугубляется и нашими природными условиями, хотя раздаются голоса, что та же зима – это то богатство, которым мы еще не научились надлежащим образом распоряжаться, как, например, и той же пресной водой. Тем не менее, ни для кого не секрет, в каком ужасном положении порой находятся те же инвалиды, и в особенности дети-инвалиды, малолетки. И ко всем этим их бедам весьма весомую долю добавляет и коррупция, и просто жестокость обслуживающего персонала, находящегося порой также в ужасном положении. Вот и возникает вопрос о том, можно ли найти в наших реальных условиях способ оперативного и радикального лечения такого рода язвы. И, на мой взгляд, такой способ и есть. И сводится он вот к чему. Давайте посмотрим, какие средства, тем более, когда для нас деньги являются чрезвычайно дефицитными, тратятся на тех же сирот в государственных детских домах. И сравним эти расходы с теми средствами, которые потребовались бы нам, чтобы этих детей-сирот всех скобом отправить, например, в тот период, когда мы все страдаем от холода, в такие теплые страны, как Кипр, в ту же Иорданию, подключив к этим мероприятиям и православную церковь за рубежом. Тем более, что таким же образом можно организовать, например, некие внедренческие зоны, где наши ветераны-изобретатели могли бы заниматься в благоприятных природных условиях весьма эффективной внедренческой деятельностью. Итак, как следует, из СМИ, по данным Генпрокуратуры РФ, только 10% выпускников государственных детдомов и интернатов адаптируются к взрослой жизни. 40% совершают преступления, еще 40% становятся алкоголиками и наркоманами. Сейчас в России на содержание детей в детдомах и интернатах тратятся колоссальные деньги. Есть ли от таких вложений результаты, разбирались корреспонденты комсомолки? Сколько точно сегодня в России сирот и тех, у кого родители погибли, и тех, кто остался без близких при живых маме и папе, так называемых социальных сирот, у нас около 80% не знает никто. На федеральном уровне за детей, оставшихся без родителей, отвечает Министерство образования и науки. Но на официальный запрос комсомолки ведомство за полтора месяца ответить так и не удосужилось. На сайте усыновите.ру, который ведет департамент госполитики в области защиты права детей Миноборнауки, есть только данные о выявленных сиротах за год. В прошлом году без попечения родителей осталось 74 724 ребенка. Усыновлено за это же время 9100 детей. Всего в различных казенных учреждениях страны, по прикидкам Российского детского фонда и Госкомстата, цифры несколько отличаются, находятся около 120 тысяч детей. А теперь углубимся в иную цифру. Во сколько обходится содержание одного сироты в госучреждении? Здесь тоже точно федеральной статистики нет. Забота о ребенке, оставшемся без родителей, ответственность местного бюджета, какие есть в регионе нормативы, столько и выделяет. Но мы, пользуясь данными местных властей, попробуем определить совокупные расходы бюджетов страны на сирот. По словам уполномоченного президента РФ по правам ребенка Павла Астахова, средние нормативы текущих расходов на одного ребенка в стационарных учреждениях составляют от 54 712 рублей до 97 099 рублей в месяц. Даже в самом депрессивном регионе на каждого сироту тратят 300-350 тысяч рублей в год. А есть регионы, например, на севере Красноярского края, где эта цифра свыше 2 миллионов рублей. Примерно такие же цифры называют ли и нам. Есть еще траты на ремонт зданий, коммуналки и прочее. А ведь есть еще и необходимость выделять детям, сиротам, выпущенным, так сказать, на волю, еще и квартиры. И вот теперь все это сравним с, можно сказать, прямо-таки сказочной жизнью одной из семей на Кипре. Вот такую свежую информацию я нашел в интернете. Называется она «Жизнь на Кипре. Мой эксперимент». Последний месяц я провел на Кипре. Мы поехали с семьей туда не отдыхать, а в целях разведки. Хотели понять, можно ли жить на острове долгосрочно, пару месяцев, год, два. Я работал не меньше, чем дома, может быть, даже больше. Занимался всеми привычными бытовыми делами. Я опишу жизнь на Кипре по основным направлениям. Что есть на острове, чего нет. Что сколько стоит, какие особенности жизни, постараюсь не затягивать. Очень важно, я не претендую на истину, делюсь своим мнением. Здесь еще раз стоит подчеркнуть, что речь идет буквально о сказочной жизни. О жизни, которой позавидуют не только сироты, но и вполне благополучные российские семьи. Мы не будем останавливаться на деталях, а перейдем сразу к выводам. Выводы. Морально Кипр создан для расслабленной и вальяжной жизни. Лично для меня это еще и место высокой концентрации. Никто тебя не отвлекает, ты весь в себе. Бытовых дел много, знакомых немного, очень круто работать в потоке. Материально нужно рассчитывать на минимальный бюджет около 1200 евро в месяц. Около 400-500 евро будет стоить жилье с коммунальными. Где-то 300 надо закладывать на еду, еще 300 на прочие расходы, которые в любом случае будут возникать. Можно экономить и жить дешевле, а можно арендовать машину, есть одну морскую рыбу, не вписываясь именно в 300, а не в 3000 евро. Тут уже кому как. Я старался описать честно и для нормальных людей. Надеюсь, получилось информативно. Человек восхищается жизнью на Кипре и становится очевидным, что за те деньги, которые мы сейчас тратим на тех же детей-сирот, инвалидах и так далее, мы им вполне могли бы устроить действительно сказочную жизнь в теплых краях. По крайней мере, даже получи той, которую мы им способны организовать в нашей стране, соответственно, в теплое время года. Одним словом, есть о чем всем нам поломать голову, чтобы действительно не выглядеть варварами в глазах зарубежья.